Первые шлемы мы начали делать именно с Франции. То есть французский шлем Адриана, который как раз-таки дал начало первому нашему стальному шлему, США-36, сохранился характерный гребень, который присутствует на нем и присутствует также на многих пожарных шлемах, которые выдаются пожарным для защиты головы от огня. Как раз-таки этот шлем был принят на вооружение и боевое крещение принял на реке Холкинглоб. То есть как раз-таки он себя хорошо зарекомендовал, солдаты его очень любили, но были также и недостатки у этих шлемов. Во-первых, главный недостаток в том, что он очень похож на немецкий. На немецкий он похож своей формой, то есть он закрывает уши. И если посмотреть на солдата именно в сумрачное время, то он очень похож на немецкого солдата, у нас же был боец. Также у него были высокие, широкие такие борта. То есть они, с одной стороны, для того времени были характерны. Почему? Потому что при ударе шашкой они отскальзывали, то есть голова оставалась целая. С шашкой, конечно, его разрубить было нереально. Также сильный очень захват воздуха. Когда, например, солдаты бежали, либо двигались верхом на лошади, сильный захват воздуха был бы, естественно, голова прокидывалась назад. Эта нагрузка была на шейные позвонки лишние. Это было тоже нашим бойцам ни к чему. После этих шлемов встали уже на окружение СШ-39. Шлем образца 1939 года. Трехклепка именуется она, то есть среди узкого круга поисковиков, ну и людей, которые изучают вот такие вот вещи. Три клепки, то есть которые держали под тулейное устройство. Которое было сделано с той целью, чтобы была амортизация при ударе осколка, либо при попадании пули. Она амортизировалась, сделаны были из кирзы, ну и либо из кожзама. Эта шлема вообще сделана из специальной стали легированной, которая оружейная. То есть она не простая сталь, не простое железо, а с добавлением различных материалов, никеля и других. То есть это специальные разработки. По сравнению с немецким, наши шлема были несколько крепче. То есть, конечно же, от винтовки, либо от карабины 7-92 немецкого, либо наши 7-62 пули, она пробивала их насквозь. Если взять уже пистолетный патрон, наши пистолеты-пулеметы, либо немецкие, то, конечно, шлем уже более-менее себя держал. То есть тоже процент достаточно был высокий. Недостаток был у наших шлемов, который был в том плане, что солдату, может быть, несколько было неудобно, когда дождь попадал на шлем. То есть здесь в передней части у нас представлен козырек, который защищал солдата от воды. И по этим бортам, которые здесь есть, она скатывала все солдату за шивором. То есть вроде бы мелочь, но в ходе войны это, конечно, солдата очень сильно отвлекало от ведения боевых действий. Минусы США-39 были в том, что под тулейный подшлемник, который выдавался в комплекте со шлемом, он, естественно, не помещал в шапках. То есть люди очень мерзли в ходе финской войны, многие солдаты получали обморожение. Поэтому этот шлем, он был вскоре снят с вооружения и заступил на смену ему уже США-40. То есть вот как раз-таки здесь есть образец, который был найден в ходе поисковых работ. Он здесь в белом окрасе, то есть солдаты сами переоборудовали его для того, чтобы не быть заметным в зимнее время года. США-40 и сама история принятия шлема очень интересная. Немножко он отличался под тулейным устройством, а несколько оно было по-другому выполнено. Было уже шесть клепок вместо трех, то есть на нем, которые держало это под тулейное устройство. И само принятие его на вооружение, то есть была комиссия, которая приехала проверить на прочность эти шлема, и которую возглавил маршрут Буденный Семен Михайлович. Лично он протестировал этот шлем своей шашкой. Когда он шашку достал, естественно, разработчики несколько усмехнулись. Буденный молдил, что хороший кавалерист разрубит человека и в шлеме, в стальном. Естественно, шашка его подвела, она отскочила в сторону. После чего Семен Михайлович не успокоился и начал стрелять в шлем из нагана. Сперва с 30 метров, потом с 10. И пули как раз-таки нагана, она отскакивала от шлема, то есть шлем прошел испытание. Стальные шлема нашими солдатами использовались не только как средство защиты, но и как подручные средства для того, чтобы копать. То есть саперная лопата сама по себе, она не глубокая, много земли и не выкинешь из окопа. И наполняли вот такие шлема, даже в некоторых военных фильмах в бой идут одни старики. Там как раз-таки копали окопы именно вот этими шлемами, то есть землю выбрасывали с них. Также использовали для того, чтобы набирать воду, то есть особенно сороковки, как мы их называем, у которых уже клепки были расположены выше, чтобы вода сквозь них не протекала, в отличие от 39-го. А солдаты использовали как емкость для воды, чтобы набрать воды, можно было принести ее на свою позицию, потому что и пулеметы необходимо было охлаждать, пулеметы были с водяным охлаждением. И, конечно же, вода, в принципе, она всегда необходима, особенно солдат в полевых условиях. Также и готовили в этих шлемах, то есть это по факту кастрюли, когда если в ходе боя котелок был утрачен, то можно было отсюда его и поесть. Подтулеемые устройства, естественно, убирались, чтобы они здесь не мешались, и какой-то шлем использовать мог в качестве посуды. Также шлем – это для нас не совсем простой предмет, то есть для солдата это было средство защиты, для нас это знак того, что солдат был с нами найден, потому что работа ведется металлоискателем, и этот предмет очень большой, металлоискателем его очень трудно пройти мимо него. Поэтому многие шлема помогают найти бойцов, которые лежат непогребленные еще в лесах в большом количестве. Также существует, но это неподтвержденная информация, как вы понимаете, это бытует мнение среди поисковиков, что нельзя никогда держать вот так вот шлем перевернутым вверх. Почему? Потому что несколько случаев было таких, в том числе в нашем отряде. В ходе поисковой работы мы уже возвращались с поисковой экспедиции, и как раз-таки получилось так, что не могли выйти с леса. То есть вроде бы зашли в то же место, но тем не менее выйти было труднее. Получилось так, что опытные поисковики нам подсказали, что некоторые из ребят несли стальные шлема, и шлем был вот так вот перевернутый, лежал в мешке. Когда он посмотрел, он говорит, вы переверните шлем обязательно, потому что так считается, что душа солдата не успокоилась, если вы его так носите вверх, как раз-таки сфера вниз. И после того, когда его наши ребята перевернули, положили его правильно, мы вышли. Это не единственный случай, может быть, конечно, это совпадение, а очень их много в жизни случается, но тем не менее вот такие вот ситуации тоже иногда происходят.